Привет всем! Немножко новостей о маркетплейсах. Новости буду читать из МПСтатс. Это сервис по мониторингу конкурентов, цен, продаж по маркетплейсам. Прогноз. Прогноз по маркетплейсам на 2024 год. Борьба маркетплейсов. Валберис по-прежнему сохраняет лидирующую позицию и в 2024 году так и останется в топе. Однако, Озон, Яндекс.Маркет и Сбер Мегамаркет и другие маркетплейсы активно стремятся исправить ситуацию. В 2024 году четверка крупнейших маркетплейсов будут бороться за охваты клиентов. Валберис тестирует индекс цен. Озон запускает дополнительные конкурсы для повышения доли заказов. Яндекс.Маркет и Сбер Мегамаркет вкладывают большие бюджеты в развитие и продвижение площадок. Немножко, немножко о том, сколько зарабатывают на маркетплейсах. Здесь есть небольшая таблица от Эмпестаз. Количество селлеров. В 2022 году 321 018 человек. В 2023 году эта цифра выросла до 499 157 человек. А теперь о том, сколько же зарабатывают на маркетплейсах. От 100 000 до 300 000. В 2023 году зарабатывали 49% селлеров. От 300 000 до 500 000. В 2023 году зарабатывали 35% селлеров. В 2022 цифра была ниже 32%. Это говорит о том, что количество селлеров на маркетплейсах увеличивается. Объем рынка маркетплейсов увеличивается. И иногда люди зарабатывают на таких смешных товарах. Никто бы не поверил. Я бы, например, не поверил, пока своими глазами не увидел. Например, топовые товары в 2023 году. В 2022 году топовый товар. И знаете, что это? Спрей для волос 15 в одном. Его было продано на 195 886 902 рубля. Это в 2022. Вот так люди на спреи зарабатывают на маркетплейсах. КОНДИТ КОНДИТ КОНДИТ